Добрый день, час дня. Итак, перестрелка продолжается в деревне Айтаби, Ашаб. В Южном Ливане Инон Магали, наш корреспондент, на телефонной линии. Инон, что можно сказать на этот момент? Итак, есть перестрелка в этом месте, продолжается деревня. В этой деревне уже погибло пять солдат ЦААЛи, до сих пор продолжается огонь. Мы видим, что силы ЦААЛи очень интенсивно работают в этом месте, можно сказать, очень серьезно работают. Но когда мы работаем таким образом и буквально пинцетой вытаскиваем последних террористов, это очень сложно. Сейчас идет перестрелка. Мы говорили с силами ЦААЛи, и нам сказали, что ракеты, противотанковые ракеты, это проблематично, это проблема, которая до сих пор достигает... Наши танки страдают от этого. И когда мы говорим о расширении операции до летания, мы, конечно, берем это во внимание. Осавзор присоединяется к нам из Хайфы, Осавзор, выясняется, что ракета, которая упала в Хайфе в последний час, это была ракета, которая должна была упасть в другом месте. Итак, залп, который мы слышали полтора часа назад на всем севере, это были ракеты дальнего радиуса действия. Две упали в открытых местах возле Афула и возле Кибуца Гильбоа. А третья ракета должна была действительно достигнуть мест южнее Хайфы. 320 миллиметров радиусом боеголовка. Имеется в виду, что эта ракета должна была упасть ниже, но от нее отлетели кусочки. Кусочек ракеты упал в Хайфе и не разорвался, но такое впечатление, что сегодня утром была попытка стрелять ракетами дальнего радиуса действия. Это первый раз такая ракета летит к нам? Нет, как я уже сказал, это тип ракеты Хайбер-1 или Файджер-5. Она может достигнуть дальнего действия, 100-130 километров, 80 килограмм взрывчатки в ней. И это уже не первый раз, когда эта ракета летит в Израиль. Но, к счастью, ничего не случилось. Асавзор, спасибо большое за данные. Итак, сегодня утром стало известно, что еще двое солдат погибло. Это старший сержант Уран Лившин, 21-го года, из газеты. Сегодня он будет похоронен в 6 часов вечера в Невоке-Буце. И старший сержант Моран Коэн, 21-го года, из Аш-Дот-Яаков. Еще неизвестно, когда будет похоронен этот солдат. В процессе перестрелки в Бенчбель, вчера утром был ранен солдат, и силы, которые собрались эвакуировать солдат, должны были приехать на место. Но один солдат был ранен, и оба этих солдата к моменту эвакуации уже скончались. Сегодня также были уничтожены несколько активистов Хизбаллы. В деревне Эль-Хайям, южнее Бейрута, была бомбардировка, и сегодня утром Израиль просит израильтян оставить свои дома. Очень многие жители сжигали эти лозунги. До сих пор продолжается заседание Кабинета безопасности, которые обсуждают, нужно ли расширять операцию ЦАЛЯ. До летания Ольмир должен дать отчет о успехах ЦАЛЯ и рассказать, какова возможная цена расширения операции. Продолжение следует...